Решение продать КОС ЛПХ Фролова. Они с нами точно переезжают, по крайней мере крольчата, мелкие крольчата, все, все девки переезжают с нами. Здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова и сегодня я хотел вам рассказать последние наши новости, что у нас происходит в жизни, буквально вот секунды и самое главное о том, чем я вам не сказал про продажу КОС. Но начнем мы с первого, то есть то, что интересует многих, интересует постоянно, мне задают вопрос, Ярослав, как у вас переезд в Крым, как и что. Сразу скажу, переезд в Крым у нас практически уже вот-вот-вот-вот, Бог даст, состоится, мы очень на это надеемся, вот, потому что осталось только продать наш дом, нашу землю и все. А, ну еще да, еще КОС, вот, про КОС мы поговорим сейчас во второй части, а первая часть, вот я хотел сказать, то есть по поводу переезда в Крым, то есть нам осталось продать дом и землю. Ну, три человека, честно скажу, смотрят его, думают, посмотрим, потому что все говорят, что да-да-да, мы завтра покупаем, посмотрим, кто из них первый выйдет на сделку, кто к Новому году, до Нового года приобретет у нас дом и землю. С теми мы и будем, ну и с теми мы и заключим договор, и тогда уж точно будет понятно, что мы уже вот в какие-то сроки определенные уезжаем. Но мы ставим условие, что нам до 1 марта надо в обязательном порядке время выехать отсюда, потому что у нас с собаками, мне надо в Крыму подготовить для них вольеры, ну, то есть купить дом. Ну, мы примерно представляем, что мы хотим и где мы хотим купить в Крыму, там буквально один-два варианта, там больше и нет вариантов для нас. Поэтому мы там покупаем дом, сразу же строим вольеры для крупных собак, как минимум, ну, маленькие, то есть эти американские були, они пока могут и в доме пожить, пока, по крайней мере, на момент переезда. Вот, и мы, я надеюсь, мы до 1 марта уедем. Сейчас самое главное, чтобы кто-нибудь из этих там двоих-троих покупателей принял окончательное решение, и все было. А теперь про коз. Я почему-то на своем канале ни словом никак-то не обмолвился, что мы продаем коз. Да, я вам говорил, что мы коз оставляем, что мы с козами будем, мы их с собой заберем, но мы когда с женой прикинули, что 2,5 тысячи километров им ехать, это минимум 4 дойки, 4 дойки в дороге. Я боюсь, что мы многих коз не досчитаемся, они просто не доедут физически, потому что это очень тяжело. Вот, это, ну, в общем, это большие проблемы, поэтому мы приняли решение продать коз ЛПХ фроловых, моих коз, которых я собирал по крупицам, по рогам, по ушам, по всему, то есть я их собирал, как вы знаете, много где, то есть я за ними очень много ездил. Я выбирал, я оставлял в стадии, сейчас оставлю на 5, 12, у меня почему-то такое магическое число 12, у меня всегда, сколько бы у меня коз не было, всегда дойных 12, ну, последние уже года 3, наверное, 4. Вот, и я, вот, бывало, я приеду, куплю за 70 тысяч 2 козы, приеду, они посмотрят, и буквально через полгода остается из них одна, вторая уходит на мясо. И, тем не менее, вот таким образом я подбирал, подбирал, подбирал наше стадо. Оно не до конца, конечно, сформировано, тут есть и плю, и очень с высоким удоем, и со средним удоем, но у меня стадо разделенное, я об этом как-то говорил, у меня стадо разделенное на весенних и осенних окозов. Так получилось, что осенних окозов у меня больше, то есть сейчас вот 9 коз, они как раз стоят, это вот как раз окоз осенний, осенний-зимний. Одна уже окозилась, уже молоко дает, 8 коз здесь, мы ждем, когда они же, ну, то есть, когда они окозятся, и будет молоко, это будет вот конец декабря, январь, вот мы вот в этот момент ждем, то есть, когда ни у кого нет молока, у нас оно есть. Плюс козы у нас сидят там вместе с козлом, там 3 дойных козы, которые весенние, они до сих пор дают молоко, они дают молоко до сих пор, сейчас конец декабря, тем не менее, они дают по 2-2,5 литра каждое в сутки, то есть, я считаю, это очень неплохой удой для козы, при условии такой длинной лактации. Я не гонюсь за огромными удойами, да, тут есть вот, например, вот она, Клара наша, звезда, вот, она дает очень много молока, есть еще, а, кстати, это из тех, там Полинка есть, тут тоже кто-то есть еще и с хорошим удоем, вот. Но мы продаем стадом, сразу говорю, друзья мои, если вы хотите приобрести классное стадо, 12 дойных коз и Занинского козла, потому что, ну, честно скажу, единственный чистопородный козел, который могу, ну, из всех коз, да, вот тут чистопородное животное, это Занинский Бодровский козел у нас есть, как вы помните, опять-таки, на канале, я показывал, как мы его привозили, остальные козы, тут есть поместные, есть он ушастые, вот, например, да, тут наш козел-нубиец потоптался, в свое время был же у нас нубиец, тут есть с альпийской крови, это я привез из Нижнекамска в прошлом году, но, а, в этом году, в начале этого года, но, тем не менее, это козы с молоком, задача, чтобы было молоко хорошее, без запаха, без вони, хорошее молоко, потому что мы молоко продаем, поэтому, если вас интересует стадо, хорошее стадо Занинских коз, пишите, обращайтесь, цены говорить на камеру не буду, потому что цены могут немножко измениться, вот, мы можем с вами немножко поторговаться, поэтому приходите, цены будут не очень высокие, но в разумных пределах, понятно, что за 20 тысяч, там, в среднем на козу я не продам, это понятно, да, но мы всегда можем поговорить, потому что, я говорю, вот, с этих 9 коз у вас сейчас будет молоко, это классно, вот, все, пишите, говорите, ну, и самая главная наша новость вообще всей моей жизни, это у нас родились щенки, у нас родились щенки американского були, у нас родились щенки тибетского мастифа, по щенкам тибетского мастифа ситуация была предсказуемая, все щенки уже забронированы, буквально там за час, наверное, с момента, как я объявил о том, что их можно бронировать, ну, и это происходит у меня каждый помет, щенки забронированы, там их в этом году, к сожалению, очень мало, но тем не менее, все щенки, все уже по тибетским мастифам забронированы, по американским булям, буквально на днях я определюсь, как будет проходить бронь, и объявлю на канале о собаках, если вас интересуют американские були, щенки американского були, из питомника Russian Dog, переходите по ссылке в описании, переходите на тот канал, подписывайтесь на канал мой питомник собак Russian Dog, и там уже поговорим с вами о щенках, а я с вами прощаюсь, жду ваших звонков и по ватсапу, по поводу коз, просто что-то у меня так получилось, что я на авитот уже давно разместил, где-то неделю назад, а своим подписчикам и зрителям ничего не сказал про это, но сейчас специально прибежал в сарай, чтобы на их фоне вам рассказать, что да, мы продаем наших шикарных, классных коз, они не, я не буду вам показывать арку в вымене, потому что арка у них всякая разная, я, честно говоря, на это внимание даже не обращал, когда я их покупал, я покупал количество молока, длина лактации, вкус молока, все, меня интересует это, а вот эти вот понты, которые там арки, марки, варки, нафиг все, да, я согласен, да, меня обучали на животновода, да, я согласен, что бытинировка нужна, что это все правильно, но мы как настоящие колхозники, крестьяне, выбираем животных по продуктивности, это хорошие продуктивные животные, они едят любое сено, они едят, они могут, они едят немолотую кукурузу, недробленную, нормальную, все у них хорошо с этим, комбикорм могут есть, то есть они полностью едят и то, и другое, и третье, ну, по кормлению коз я как-то делал, материал, если надо будет еще раз сделаю, задайте вопрос, я расскажу, как мы кормим именно этих коз именно сейчас, если они к тому времени у меня еще будут, потому что у меня идут вопросы по виду много, часто, но я бы хотел продать, честно говоря, своим подписчикам, потому что это интереснее. Кстати, да, один, одни из покупателей нашего дома, это тоже подписчики моего канала, вот, может быть, им повезет, ну, или нам повезет, что они у нас купят, не знаю, вот, ну, я говорю, сейчас вот мы ждем, когда вот у нас и приобретут дом, и мы уедем в Крым, все, смазанный ролик такой получился, но Ярослав Фролов, лайв, жизнь, я рассказываю на этом канале о жизни, о своей жизни, вот, а это вот кролики, еще раз вам их покажу, с крольчатами, классные кролики, они с нами точно переезжают, по крайней мере крольчата, мелкие крольчата, все, все девки переезжают с нами, мы здесь покупаем кроля у кого-нибудь, и с этим кролем, то есть, ну, там, трех-четырех кролей отсюда везем, тоже маленьких, скорее, с крольчатами, вот, все это паноны, все, пока-пока. Да, друзья, лайк, подписка в обязательном порядке, кто не подписан, ну, и все как обычно, да, если нравится, поделитесь этим роликом в соцсетях, поделитесь этим роликом про коз, про продажу коз, про продажу стада, нашего классного стада, у себя в каких-то группах по животным, кто-нибудь, кто интересуется. Ветеринарные документы на этих животных все есть, все нормально, все хорошо, потому что я связывался с ветеринарной службой в обязательном порядке, естественно, перед тем, как кому-то что-то говорить, все нормально, документы оформят, все хорошо, они у нас под контролем, со всеми анализами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok